Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать опять сегодня в Варшаве. Вы знаете, как-то мало реакции на предыдущее видео. Давайте вы все-таки вернитесь к нему и просчитайте количество углеводов в вашем ежедневном питании. Это действительно самое крутое, что вы можете для себя сделать. Это действительно так. Так, посчитайте в столовых ложках и напишите мне под этим видео ваш микроотчет за сегодня. Сколько же столовых ложек углеводов в виде сахара, да, ну вот в переводе на столовые ложки сахара, вы съели. Это будет действительно очень важным прозрением. Но я вижу, что у кого-то 12, я вижу, что у кого-то 8, это хорошо, у кого-то 6, это вообще замечательно. Помните, где-то 2 столовые ложки в течение дня углеводов достаточно для того, чтобы головной мозг чувствовал себя вполне хорошо. Не 2 столовые ложки сахара, помните, да, а 2 столовые ложки углеводов в переводе на сахар. Предыдущее видео обязательно простудируйте. А сегодня я должна вам сказать, что не все углеводы с одинаковой скоростью и в одинаковом объеме проникают в нашу кровь. Мы сейчас с вами живем одновременно с замечательным человеком. Он зовется Монтиньяк. Наверное, вы слышали о нем. Это человек, который объяснил человечеству, что такое гликемический индекс. Можно съесть, ну, например, яблоко, которое содержит углеводы, а можно съесть тортик, который содержит углеводы, и вы получите углеводы в кровь и в том, и в другом случае, но совершенно в разном объеме. Например, гликемический индекс. Это с какой скоростью и в каком объеме углеводы из моего столового сахара придут в мою кровь. Гликемический индекс, соточка у сахара. Его взяли, знаете, как такую отправную точку. Все остальное имеет в основном более низкий гликемический индекс. И только промышленные продукты питания имеют более высокий гликемический индекс и некоторые сухофрукты. Например, самый высокий гликемический индекс по разным. Понятно, что таблиц много, где-то меньше указывается гликемический индекс, где-то больше. Но у фиников 146 единиц гликемического индекса. Представляете? То есть финики в давние времена использовали как источник энергии во времена походов, когда мужиков, взрослых нечем было кормить. Поэтому несколько фиников, и они могли это съесть, получить сразу заряд энергии, бодрость и погнать, посражаться с кем-нибудь на поле боя. Самый низкий гликемический индекс у семечек тыквенных, всего лишь 8, ниже не бывает. Это не значит, что из тыквенных семечек можно теперь есть, хоть зажрись. Понимаете, не только в углеводах дело. Например, в тыквенных семечках достаточно много жиров, и если любого продукта переесть, он где-нибудь отложится. Но в отношении углевода вот они молодцы. Если взять, например, кукурузу, она имеет достаточно высокий гликемический индекс 70. Но если взять промышленную кукурузу, например, кукурузные хлопья, я их обожаю с самого детства. Их гликемический индекс 85. И так во всем, и так во всем. Поэтому наша с вами задача, я уже давала такое задание, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на углеводсодержащих продуктах, которые имеют гликемический индекс до 40. И у нас всего лишь 14-17, может быть, уже меньше дней, побыть на таком стиле питания, когда вы можете кушать что угодно, но это что угодно имеет низкий гликемический индекс. Если вы довольны своей фигурой, если ваша талия до 80 или до 70, как вы хотите, и вы не согласны сбрасывать вес и уходить в объемах, возьмите себе гликемический индекс до 70. А выше 70 – это гликемический индекс людей-самоубийц, которые реально хотят меньше жить в худшем теле и насобирает на свое тело огромное количество болезней цивилизации. Еще раз почему? Потому что в основном промышленные продукты питания имеют высокий гликемический индекс. Например, картошка – гликемический индекс 70, а картофель фри – 90. Вот сами делайте вывод из этого. Итак, домашнее задание. Все-таки напишите мне в столовых ложках, это несложно, просчитать и написать. В столовых ложках сколько у вас, вы съели углеводов, переводы на столовые ложки сегодня. А также напишите два продукта с максимальным гликемическим индексом, которые сегодня побывали в вашей тарелке. Вот и мы посмотрим, у кого это что. До новых встреч! Завтра будет тема по поводу гликемической нагрузки. Очень важно. Не переключайте, оставайтесь с нами. Завтра будет тема по поводу гликемической нагрузки. Завтра будет тема по поводу гликемической нагрузки.